Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Начинаем очередное занятие «Кружка любителей гегелевской диалектики». Прошлое занятие у нас было посвящено такой теме, как «О понятии вообще». По существу это откровение Георгова и Гельма Фридриха, которые стояли посредине между тем материалом, который был до вот этого кусочка, о понятии вообще, и тем материалом, который пойдет дальше. Ну и судя по тому, что получилось у него в книге, этот переходный мостик должен был ему помочь начать повествование субъективности. Хотя, чем заканчивается вторая книга «Науки и логики»? Она заканчивается действительностью. Причем действительность активная, она еще выражается и в субстанции. Субстанция – это то, что порождает что-то из этого самого действительного. То есть, казалось бы, что должно быть за действительностью, то, что называется объективностью. А субъективность, как получилось, никак не объяснено у Гегеля, как получилось. Это объяснить можно только одним путем, что Гегель все-таки идеалист, и где-то этот идеализм, его, должен был проявиться. Вот он проявился именно в этом переходе. То есть, если мы возьмем первые две книги, то, что содержится в первом томе «Науки и логики», там речь идет о том, что начинается все с объективности, потом мы начинается с бытия, и потом мы погружаемся в сущность. Потом мы от этой сущности, так сказать, выходим снова как бы на поверхность и получаем. А когда мы выходим на поверхность? Когда мы рассматриваем существование. Что такое существование? Алексей Владимирович, можете ответить? Что такое существование? Нет. Там у него прямо афоризм есть. Это восстановленное через сущность бытие. Восстановленное через сущность бытие. А после уже, после что идет за существованием? Явление. Опять же, это явление на поверхности, это бытие, но как явление уже. А явление, как себя проявляет, как явление закона. То есть, это не что-то случайное, что есть на поверхности. Это не какая-то пена, которая бывает, скажем, в море, именно потому, что там идет шторм, или есть подводное течение. А это то, что является выражением сущности. Поэтому есть закон, есть явление. Но они как бы разделены. Что есть там глубоко закон, и вот он проявляется как явление. Но если он проявляется как явление, значит, это явление закона. Правильно? То есть, это явление, но как закон. А если это закон, ну, закон, закон же, есть выражение этого явления, он связан с этим явлением. Так вот, осознание этого приводит нас к следующей категории, которая называется действительность. Действительность. Поэтому смотрите, сколько тут много разных категорий, которые представляют собой одну же форму бытия. Это есть собственно бытие, это восстановленное через сущность бытие, а ему предшествует вообще борьба противоположности и противоречия. То есть, это вот оно, так сказать, на горячей основе появилось, это существование. И существование предполагает условия для себя. То есть, существование не просто так. И предпосылки. То есть, для того, чтобы можно говорить о существующем, нужно иметь в виду еще не само существующее, но еще его основания и предпосылки. И вот это восстановленное через сущность бытие. То есть, мы все время как бы брали отрицательную категорию, противоположную бытию, там все перевернуто, главное отрицание, не бытие, ведь это флаг учения о сущности, правильно? А тут вдруг под этим флагом появляется снова восстановленное через сущность бытие. Вот оно называется. С учетом того, что в нем есть и движение противоречия вглубь, в гетцу грунде, как говорится по-немецки. И вот мы получаем, восстановленное через сущность бытие и существование. А после того, как мы рассмотрели существование, мы переходим к чему? К явлению. Потому что существование, с учетом того, что есть предпосылки и есть основания, оно так построено, что это вот то, что в глубине, оно проявляется вовне. Вот это вот явление, есть явление чего? Явление закона. Закон и явление. И как бы вот две плоскости. Вот в себе сущий мир, это мир законов. Скажем, под тем, что у нас есть, тем, что мы рассматриваем, под тем, что мы наблюдаем, есть такой мир законов, который представляет собой спокойное явление, а не наш вот этот суматошный мир, в котором мы там бегаем, творим что-то, ошибаемся, что-то делаем правильно, что-то неправильно, а есть мир законов, он спокойный. В этом смысле. Но это не такой спокойный мир, который так сам оторван от явления, а являющийся мир. Поэтому на самом деле закон является, а явление закономерно. И вот это их рассмотрение, как совершенно изолированных друг от друга, неправильное. И вот такое понимание этого явления, как имеющие в себе и закон, означает, что на поверхности появляется то, что является одновременно и явлением, и сущностью. В одном. Вот это вот то, что является сущностью, которая проявилась на поверхности, как называется? Действительность. Действительность. Вот, например, такое высказание, может быть. Не все то, что есть, то действительно. Вот не все люди действительные. Потому что действительно те люди, которые думают о других людях. А те люди, которые думают о самом себе, и только о самом себе, это недействительные люди. Поэтому, скажем, преступники, или тем более убийцы, это недействительные люди. Когда говорят, что же вы так их жестоко наказываете, вот при социализме преступников казнили. Потому что они сами себя поставили вне человеческого общества. Они подняли руку на человека. Поэтому ему не может быть места в человеческом обществе. И поэтому этот, скажем, буржуазный гуманизм, который состоит в том, что если кто-то убил ваших детей, то вы должны теперь до того, до смерти этих убийц кормить. Поскольку государство по 30 тысяч тратит долларов в месяц на одного вот этого самого уголовника, преступника, убийцу. И они там живут, в северной части нашей страны, на островах их охраняют, тратят на это деньги еще. И я думаю, что не очень сладко работать тем, кто с этими убийцами имеет дело. Кто их желающий? Есть такие там, пойти на эту работу, охранять убийц, которые убили там одного, двух, трех. А есть и люди, которые убили больше сотни человек. И у нас, вот с легкой руки наших демократов теперь, если человек убил 100 человек, ну, прекрасно существует, его кормят, содержат. Вот. А, так сказать, ну, а того, кого он убил, ну, его нету. Чего тут жалеть? То есть вот такая странная картина. В Соединенных Штатах Америки нету запрета на смертную казнь. А у нас есть. Даже если мы будем, так сказать, смотреть на то, что есть в других странах. Это же не Швейцария. Швейцария – это касса. Там такие явления, так сказать, преступник, как преступность, они редко проявляют себя, потому что там все как бы в очереди в кассу стоят. Если вы стоите в сберкассе, какие тут могут быть споры? Тут все решается очень легко и хорошо. Итак, то, что есть в жизни и есть выражение закона – это действительное. А то, что не есть выражение закона, то, что ему противоречит, то недействительное. То есть надо еще разделить все, что есть на поверхности нашей жизни, на действительное и недействительное. и не действительного много, а действительного мало, да это даже в некоторых названиях себя проявляет как действительный член Академии наук, а если просто член Академии наук, академик, ну вот вроде как они отличаются, действительный член, так называется, то есть тот человек действительный, который общество продвинул вперед, правильно? А тот человек, который общество не продвинул вперед, он вроде человек, конечно, но это звание действительного он еще может не получить. А уж человек, который пошел против общества, преступник, ну никак не может считаться, он не действительный человек, и поэтому не надо к нему относиться как к действительному человеку. Вы действительно член Петровской Академии? Я действительно член Петровской Академии Наук и Искусств. Но это академия общественная, и сами эти члены этой академии сами себе дают имя действительное. Поэтому это не так существенно и важно, как если бы общество давало это звание. Они сами себе присваивали члены этой академии. Поэтому не будем это слишком, так сказать, учитывать. — Ну, значит, тогда все академии же... — А? — Ну, все же академии так работают. То есть, ну, как ручные... — Ну да, но есть разные академии. — Но я имею в виду, что все равно члены академии присваивают звание. — Да, 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 академии присваивают. Но ее государство наделило таким правом. — Ну, что жидает, естественно. — Да, государство наделило таким правом. Эти выборы потом, этих действительных членов, они оформляются, и, так сказать, соответствующие вступают правовые акты, связанные даже и с зарплатой, и со статусом, и прочее, и прочее. Так, и вот заканчивается эта книга вторая действительностью, и там мы еще наблюдаем такое понятие, как субстанция. А субстанция — это вот проявление действительного в том, что в переходе в иное, в другое. Так а в какое другое оно переходит? Не в недействительное. Потому что отношение недействительности и действительности мы уже разобрали. То есть, это самая действительность, но которая активной действительностью является. Вот эта активная действительность — это объективная или субъективная? Мы этот вопрос обсуждали в прошлый раз. Оно объективное. Поэтому за действительностью должно пойти объективное. И вот как раз мы с вами рассматривали вопрос о переходе одного в другое. И вот что интересно. Подразделение — это страница 22-я в томе 2-м, субъективная логика. Страница 22-я. Подразделение понятия, как оно было рассмотрено выше, оказывается единством бытия и сущности. Единство бытия и сущности. Если оно единство бытия и сущности. Бытие — это объективное. Сущность тоже объективная. Правильно? Если это сущность этого бытия. Сущность — это первое отрицание бытия, которое вследствие этого стало видимостью. Понятие есть второе отрицание. Или отрицание этого отрицания. Так где это самое отрицание? Это отрицание должно себя проявить в объективности или именно в голове человека. А мы в данном случае, если мы говорим о том, что понятие есть «восстановленное бытие», ну так если оно «восстановленное бытие», это страница 22, внизу написано, четвертая строчка снизу, если понятие «восстановленное бытие», так оно, естественно, как действительно имеет форму бытия, а не как форма, а не форму понятия. Не как форму отражения объективного мира, а как момент самого объективного мира. Понятие в своей объективности – сам сущий в себе и для себя предмет. Понятие в своей объективности. Значит, надо рассматривать понятие в своей объективности, как сущий в себе и для себя предмет, и понятие как отражение этих предметов, то есть отражение действительности. Это совершенно разное понимание. Как единое с предметом понятие погружено в него. Это я рассматриваю то, что есть на 24-й странице, в серединочке здесь. Его различия суть объективные существования, в которых оно само снова есть место внутреннее. Как душа объективного наличного бытия, оно должно сообщить себе ту форму субъективности, которую оно в качестве формального понятия обладало непосредственно. Вот оно в качестве формального понятия обладало непосредственно формой объективности. В этом своем завершении, в котором оно в своей объективности обладает также и формой свободы, адекватное понятие, есть идея. То есть здесь намечено движение, движение от объективности, понятие как объективное, к понятию как субъективному. Поэтому понятие мы должны рассматривать и с точки зрения того, что это единство бытия и сущности, и с той точки зрения, что это отражение действительности в голове человека, в человеческой голове. И, собственно говоря, вот эта книга, есть это движение. Но как должно идти это движение? Что сейчас должно, с чего начать мы должны? С объективности, а не с субъективности, которая здесь у него стоит. А объективность начинается с какой страницы? Вот, смотрим. Субъективность. С 124-й. Да, со страницы 24-й мы перемещаемся на 124-ю страницу. Субъективность. И вот, когда мы этот раздел объективности с вами разберем и завершим, после этого мы перейдем к тому, что эта объективность, она отражается и в голове людей, и в общественном сознании. Если она отражается в сознании, то мы там тоже различаем между тем, что объективно, то есть то, что соответствует объекту, и тем, что не объективно, а субъективно, что оно есть, но оно есть в голове, а в жизни нет. Поэтому вот это различие на объективное и субъективное, и в общественном сознании тоже нужно будет рассмотреть. И только тогда мы можем перейти снова к тому разделу, который поставлен первым. А сейчас мы в качестве первого отдела ставим второй отдел – объективность со страницы 24. Итого, переход у нас, если его брать в виде страниц, это переход со страницы 24 до страницы 124. 100 страниц мы пропускаем не для того, чтобы вообще пропустить, а для того, чтобы к этому вернуться после рассмотрения объективности. Потому что если мы рассмотрели объективность и не рассмотрели ее же, это уже объективность как форму, которая проявляет себя еще и субъективно, как субъективное понятие, то мы дальше вперед не можем пойти к целям и к другому, к дальнейшему познанию. Значит, тут же снова повторяется Гегелем, что в первой книге объективной логики абстрактное бытие было изображено как переходящее в наличное бытие, это самое начало, но также и возвращающиеся в сущность. Во второй книге мы видели, что сущность определяет себя так, что становится основанием, в силу чего она этого вступает в существование и реализует себя в виде субстанции, но снова возвращается в понятие, что значит «снова». Что значит «снова», когда оно не снова возвращается в понятие, а возвращается в понятие в первый раз, потому что еще понятия не было, понятие берется как объективность. Относительно же понятия мы прежде всего показали, что оно определяет себя так, что становится объективностью. Вот что тут сказано. Понятие сначала надо брать как объективность. Вот, собственно, это и означает то изменение, которое мы вносим в изучение. То есть сначала давайте рассмотрим понятие как объективное. Ну вот яблоко, скажем, как объективное. Это что такое? Это же не из творения моей головы. Это творение природы или человеческого уже, так сказать, общества, которое выращивает. В объективности. Так? Оно существует в объективности. Но мы должны различать всеобщее как яблоко, теперь как его особенное яблоко, и единичное. Вот взяли, оно и кривое, и может быть где-то с подбитым боком, но это не входит в его понятие яблоко. В понятие яблоко не входит даже и сорт яблока, правильно? Все яблоко, все виды яблок входят в понятие яблоко. Поэтому мы берем объективное, а потом берем его, так сказать, уже как особенное, то есть какой-то, вот скажем, белый налив. А потом берем не вообще белый налив, а тот белый налив, который вот держит в руках Борис Николаевич Гавшин. Вот это единичное. Хорошо бы у него забрать и хотя бы разделить на столько частей, сколько у нас тут присутствует людей. Неплохо было бы. Виртуально, пожалуйста. Пожалуйста, поскольку он, так сказать, но вы думаете, так и не будет, вот как только сложится так обстоятельство, мы так и сделаем, Борис Николаевич. А вот теперь мы совершенно спокойно и свободно можем изучать эту самую объективность. Вот тут, на этой же странице, 124-й, он говорит о понятии Бога и так далее. Что невозможно выколупать существование из понятия. Это же что такое? То есть из понятия существование получить нельзя. Существование – это характеристика чего? Бытия. Поэтому если что-то есть, то есть у него существование. А их понятия нельзя. И в конце вот этой страницы говорится, что рассмотрение понятий всего хода развития, через которое оно определяет себя к объективности. Понятие определяет себя к объективности. Вот что здесь пишет Гегель. Хотя он начинает, вот и целый раздел сделал, который посвящен субъективности. И получается, что этот раздел ценный, важный, нужный. Вид осуждения, умозаключения и так далее. То есть классификация понятий. Но сначала надо разобраться с понятием как объективным. А потом уже говорить о другом. Если может показаться, страница 125 сверху, что переход понятия в объективность есть нечто иное, нежели переход от понятия Бога к его существованию, то надлежит, с одной стороны, принять в соображение, что определенное содержание Бог ни в чем не изменяет хода логического развития, и что антологическое доказательство есть лишь применение этого хода логического развития к тому частному содержанию. То есть даже по отношению к Богу, который он тут, все равно, говорит, ход событий таков. Давайте рассмотрим это как объективное, а потом будем уже говорить уже никак об объективной. Вот дальше он продолжает эту тему. Бог как живой Бог, а еще более как абсолютный Дух, познается лишь в своем действовании, в действовании. Вот это и в действовании. Можете это все, что относится к действованию, рассматривать как божественное. А можете и не рассматривать как божественное, потому что действование, оно может быть человеческим. Но если оно красивое действование и разумное действование, оно может выступать как воле Божьей и как божественной. То есть это как вот... Человеку уже рано дано было наставление познать его в его делах. Ну такая в делах, если человека вы познаете, это что такое? Познание человека в его делах, это в действительности есть. В действительности. А вовсе лишь из них могут пристекать те определения, которые именуются его свойствами, равно как в них же содержится также его бытие. Таким образом, постигающие в понятии познания его действования, то есть самого и так далее, рассматриваются даже и в этом случае как нечто божественное. Понятие, даже и как формальное, внизу, перед следующим абзацом, последним, понятие, даже и как формальное, уже непосредственно содержит в себе бытие в более истинной и более богатой форме, поскольку понятие, как соотносящее с собой отрицательность, есть единичность. То есть... В более истинной и более богатой форме. А мы знаем, какие более богатые формы, чем просто бытие. Вот мы знаем, такие формы более богатые, чем бытие, но аналогичные какие? Существование. Раз. Дальше. После существования какое? Явление. Два. Явление это тоже же выступает как бытие, правда? Явление. А после явления что? Действительные три. И, наконец, понятие четыре. Вот это все формы, которые становятся все выше и выше, и все больше и больше содержат в себе содержание, поскольку в понятие-понятие входит все то, что относится к предыдущим двум книгам. Потому что здесь не так стоит дело, вот расскажу об этом, а потом об этом. А все, что рассказывается дальше, оно включает в себя все предыдущее. Ну, точно так же, как если у вас родился сын или дочь, в ней и в сыне, и в дочери содержатся родители, папа с мамой, а бабушки и дедушки, и прабабушки и прадедушки. И цепочку эту вы можете тянуть столько, сколько сможете дотянуть. И она где-то там теряется. Вплоть до того, что, наверное, мы понимаем, что если человек произошел от обезьяны, то и мы сами, и дети наши тоже произошли от обезьяны. Но очень давно. Очень давно. И это в чем-то и проявляется. Мы тоже такие же смышленые, даже более, чем обезьяны. А мы и есть, собственно говоря, обезьяны. А? Мы, собственно говоря, и есть обезьяны. Просто такой вид обезьян. Такой вид, да? Да. Ну, приматы, мы к ним относимся. Ну, приматы тоже... Нет, мы не все время. Гомер Сарклевск, но моряльщие, разумные и общественные. Да, как только человек, животные... Нет, ну это такой вид, этот вид обезьян, как только он взял палку и сделал ее средством производства, как только он стал общественным, а не просто стадным, человек есть и стал говорить, то вот человек есть, животное какое? Трудящееся, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот, собственно, и все. То есть, это все получилось потом. Из животного царства появился человек, конечно. Он не свалился с неба, и не Бог создал этого человека. А он развился из... Из тех, кто является нашими пришественниками. Здесь на первое место, вот в этом разделе в учении понятия выступает понятие объективности. Объективность. Объективность настолько же богаче и выше бытия или существования еще. Или существования. Это вот предпоследний абзац на 126-й странице. Объективность богаче и выше бытия или существования. То есть, нам иногда кажется, что вот мы сказали бытие, и все. Вот есть. Есть аналогичные, но более сложные понятия. Бытие. Потом идет что? Существование. За существованием что идет? Явление. Что идет за явлением? Действительность. Что за явлением за действительным? Объективность. Вот она, объективность. А вот Гегель втиснул сюда, между действительностью и объективностью, втиснул субъективность. Вот это вот понятие свое субъективное втиснул, и оно там, как говорится, удержаться не может. Поэтому мы можем к нему вернуться. Когда мы пройдем объективность, мы вернемся к понятию как Как субъективному. Но субъективность будет относиться не к тому, что это один субъект и у него эти понятия, потому что понятия как субъективные, они принадлежат не одному человеку, не одному субъекту, а человечеству как субъекту. Вот как человечеству, как субъекту они принадлежат. Тогда можно думать об их классификации, рассуждать о всеобщем, особенно этничной. Мы с вами это уже делали, мы однажды это проходили, но теперь мы к этому должны вернуться. Вот по другой дороге, по той дороге, которая означает, что мы не сходим с позиции материализма, куда-то не сбиваемся на субъективные позиции, а держимся ее. Но это нам не мешает подняться до субъективного, до понятия с тем, чтобы потом это понятие отразило бы и объективность, и само себя. И вот это вот отражение объективности и само себя и будет завершением науки логики по существу. Правильно? Вот к чему мы идем. Вот у него тут есть интересный. Вот он все время к этому возвращается, о чем мы говорим. И раньше, пока мы этот вопрос не ставили, как они должны соотноситься, на этом не обращали внимания. Вот у него, например, написано в странице 127. Бытие есть вообще первое. Первое, причем выделено в первом же абзаце. Бытие есть вообще первая непосредственность. А на личное бытие есть она же с первой определенностью. Существование вместе с вещью есть непосредственность, возникающая из основания. То есть она не просто, вот она есть и все. То есть существование вместе с вещью есть непосредственность, возникающая из основания, и снимающая у себя посредственность простой рефлексии сущности. Действительность же и субстанциальность есть непосредственность, происшедшая из снятого различия между еще несущественным существованием в качестве явления его существенности. Наконец, объективность есть такая непосредственность, которая понятие определяет себя через снятие своей абстрактности и опосредственности. Вот посмотрите, здесь все поставлены один за другим категорией, и никакой субъективности здесь нет. Это все категории, ведущие от бытия через существование действительности к объективности. Ну и там по дороге явления тоже есть. Вот это страница 127. То есть, конечно, когда мы первый раз это проходили с вами, изучали, мы, так сказать, хотели отложить в своей голове, как все это построит Гегель. А теперь, задавшись вот этой проблемой, как все-таки построить эту же систему, какие поправки надо в нее внести для того, чтобы она была вполне материалистической, оказалось, что не такие большие. Нужно просто переставить раздел субъективности и раздел объективности. Мы, как материалисты, ставим раздел объективность вперед, а потом мы с вами займемся субъективностью, а мы с ней уже имели дело, мы уже ей занимались. Это тоже трудное там, так сказать, такое, чтиво, много непонятного и трудно это запоминать. Но там уже речь идет о классификации человеческих понятий. А здесь идет о развитии, собственно говоря, категории бытия. Бытие, за бытием что идет? Что идет за бытием? Существование. Что идет за существование? Явление. Что идет за явлением? Действительность. Действительность. Что идет за действительностью? Понятие. Объективность. Вот, пожалуйста, что мы имеем. У него так и написано. Так и написано, прямо так и написано. Посмотрите, вот этот разделчик, я вам советую выделить его, потому что здесь все написано. 127-я страница. 127-я страница. Посмотрите, здесь вот этот план, который не мы выдумали, а который у Гегеля есть. Бытие есть вообще первая непосредственность, а наличное бытие есть она же с первой определенностью. Существование вместе с вещью есть непосредственность, возникшая из основания и снимающая из себя посредственной простой рефлексии сущности. Действительность же и субстанциальность есть непосредственность, происшедшая из снятого различия между еще несущественным существованием в качестве явления и его существенностью. Наконец, объективность есть такая непосредственность, к которой понятие определяет себя через снятие своей абстрактности и опосредственности. Где здесь субъективность? Нигде. Нет в этой цепочке субъективности. То есть цепочки нет, а он взял и поставил. А почему поставил? Ну, поскольку он действовал в эпоху, когда царил идеализм философии. И, видимо, вот этот шаг, несмотря на то, он всё подготовил к тому, чтобы Марксу и Энгельсу было легко перевернуться. Ведь Маркс и Энгельс тоже сначала были представителями какой философии? Они были младогегельянцами, следовательно, они были идеалистами. И вот после работы сущность христианства, Пербаха, они перевернулись. Иногда вот они говорят, что мы перевернули Гегеля. Ну, можно сказать, что они сами перевернулись. И тогда они смогли Гегеля перевернуть, когда они сами перевернулись. Потому что сначала они тоже были младогегельянцами. Гегель-то навряд ли перевернулся. А? Гегель-то навряд ли перевернулся, а наукулогика не повернула. Ну, может, Гегель бы это и одобрил. Сказал, ну, это у меня, это связано с конъюнктурой. Я всё-таки ректор Берлинского университета. И в такое время, когда господствует религия, это вам хорошо, так сказать, выступать в материалистических позициях. А я всё-таки на работе, мне нужно с этим считаться. Повседневная жизнь обладает не понятиями, а представлениями. И уже сама философия должна познать понятия для того, что в ней её есть только представление. Ведь, может, многим труднее будет согласиться с тем, что нечто может быть без того, чтобы существовать. Но, по меньшей мере, они не станут, например, смешивать бытие, в смысле связки суждения с выражением существовать. Не скажут, этот товар существует дорогой, пригодный и так далее. Деньги существуют металл или металлический, вместо этого товара есть дорогой, пригодный. Вот это уже тут начало политэкономии, которую Маркс дальше развивал. Деньги, судь, металл и так далее. А такие выражения, как «быть» и «являться», «явление» и «действительность», равно как и «голое бытие», в предположении, действительности, употребляются в различном смысле, также и за пределами философии. Вот посмотрите, как нас Гегель обогатил. Мы вместо того, что все знают, что «быть» или «не быть» и все. А мы знаем, что есть «бытие», «б» что? Существование, «в» а потому что существование предполагает средство существования, предполагает то, на что опирается это существование, а не просто «я сегодня есть, через минуту меня уже нет». Существование. А за существованием идет явление, за явлением идет действительность, за действительностью идет что? Объективность. И вот эту объективность мы будем изучать. И вот у нас сегодняшняя задача, сегодняшнее занятие утвердится в том, что мы должны после того, как мы рассмотрели вопрос о действительном и изучили отдельно выпадающую из науки логики, можно сказать, работу о понятии вообще, вдруг в середине книги, в середине, так сказать, произведения, вдруг о понятии вообще разговор не так, как у Гегеля бывает, он выводит понятие из чего-то другого, а вообще о понятии там разговор. Другой разговор. Но полезный и интересный. Но не выведение идет, и понятие из действительности. А потом идет выведение понятия из действительности. За действительность идет это понятие, а потом понятие как объективное, и потом движение идёт уже к понятию как к субъективному. То есть вот эта третья книга, и начиная с сегодняшнего дня, с сегодняшнего занятия, перспективы наши ясны. Мы должны будем рассмотреть сначала объективность, потом субъективность, а потом будем рассматривать объективность как субъективную, а то есть как идею. То есть не просто мысль, а такую мысль, которая отражает действительный мир. И она отражает не тот действительный мир, который уже есть или был, а может отражать и тот действительный мир, который будет создан благодаря тому, что мы будем создавать на почве того, что уже есть, на почве той действительности, что есть, будем создавать то, что будет представлять собой мир в развитии. И тогда появляются такие вещи, как цель, средство, без средства вы цель не реализуете. И средства существуют как выражение этой самой с одной стороны вашего объективного, а с другой стороны это вашей цели. И если у вас не то средство, то и цели вы не добьетесь. Поэтому у нас будет диалектика целей и средства. И все вот то, что дальше пишет Гегель, все становится на прочную материалистическую основу. Вот, собственно говоря, что сейчас происходит у нас в кружке. То есть мы забрались в самый главный пункт, который помогает понять, как нужно не просто читать Гегеля материалистически, а что значит читать Гегеля материалистически. Вот уже Лен такой призыв бросил. Ядры стараются читать Гегеля материалистически. А мы не просто стараемся читать, а мы уже совершенно четко располагаем последовательность разделов и глав, чтобы это чтение можно было считать материалистическим вполне. То есть мы будем читать субъективность после объективности. Но и субъективность у него ведь не оторвана от объективности, правда? Это же объективность, но объективность в голове. По-моему, за последние сто лет никто этим не занимался. А? Никто и не занимался. То есть всех это устраивало, так сказать. Вот и Маркс и Энгельс, они стали материалистами. Так вы стали. А как вот с этим, быть с этим произведением, с диалектикой? То есть материалистическая диалектика, она так же выражается, но немножко по-другому. Немножко по-другому. Вот как она выражается? А так она выражается, что сначала идет объективность, а потом уже субъективность. Вот в этой книге. А не так, что сначала субъективность, потом объективность. А в первых двух томах ни в чем это не выражается. Там все можно понимать материалистически вполне. Кроме примечания. А примечания можете не читать. Никто не заставляет вас читать примечания и рассуждения о Боге. И о том, что связано с Богом и с Божественной волей. Которая никакого, собственно, значения для Гегеля, для книги, собственно говоря, для изложения не имеет. Подобным же образом оказывается, страница 128, второй абзац, что объективность имеет двоякое значение. Значение чего-то противостоящего самостоятельному понятию, но так же и значение чего-то в себе и для себя сущего. Так вот, мы берем объективность как то, что является в значении в себе и для себя сущего, что оно есть, объективность. А потом уже в смысле понятия. Поскольку объект в первом смысле противостоит тому «я равно я», которое в субъективном идеализме высказывается как абсолютная истина, он есть многообразный мир в его непосредственном наличном бытии. Мир, с которым «я» или понятие вступает в бесконечную борьбу. Лишь для того, чтобы через отрицание этого ничтожного в себе другого придать первичной самодостоверности, означенного «я», действительную истину его равенства с самим собой. То есть, пожалуйста, вы можете преобразовывать действительность, боритесь, включайтесь в эту борьбу с объективностью. Но для того, чтобы вы включились в объективность, вы должны познать эту объективность, и в том числе тенденции развития этой объективности, возможности ее развития и преобразования, что вы не можете куда угодно толкать развитие, потому что развитие в самом понятии содержит одно – что это движение от низшего к высшему или низшего к высшему, а не движение куда попало. То есть, если вы не знаете, куда толкать, то не надо подходить и толкать. Потому что можно навалиться, и, так сказать, если много людей подойдет, и сбоку навалится на вагон, то можно его и опрокинуть, и с рельс он сойдет. Но надо знать, что лучше его толкать все-таки вперед. Может быть, немножко надо подтолкнуть, прицепить к паровозу и уехать. А может паровоз толкать, чтобы прицепить его к вагонам и увезти в вагон. То есть, еще тут нужно иметь некое понимание, истину понимать, как, что, с чем связано, чтобы действовать. Так, многообразный мир в его непосредственном наличном бытии. Мир, с которым «я» или понятие вступает в бесконечную борьбу, лишь для того, чтобы через отрицание этого ничтожного в себе другого придать первичной самодостоверности, означенному «я», действительную истину и его равенство с самим собой. То есть, если вам удалось преобразовать мир в соответствии с познанием этого мира, и с пониманием этого мира, вы достигаете равенства с самим собой. А если вы не можете его преобразовать, то и равенства у вас с собой нет. Вы хотели это, а получили не это. Где же равенство? Нет равенства. Вы, как говорится, хотели хорошее, а получили, как всегда. То же самое не получается тогда. В противоположном же смысле слово «объективный» означает такое в себе и для себя сущие, которое свободно от ограничений и противоположностей. Разумные основоположения, совершенные произведения искусства и так далее называются объективными, поскольку они свободны и выше всякой случайности. То есть, объективность еще и так надо понимать, что они выше всякой случайности. Это не просто, что оно есть в жизни, но оно от случайности свободно. А не просто, если все, что есть, что в жизни есть, не все объективно, оно бытие, да, вот есть оно, оно существует. У нас же много категорий, есть бытие, существование. Это явление, потому что есть какие-то законы, и оно вздулось из-за этих законов температурных, так сказать, оно вздулось. А называть это дело объективным не надо торопиться. Объективным надо называть только то, которое содержит в себе вот всю эту цепочку предыдущих категорий, начинающихся с бытия. Бытие, существование, явление, действительное. А вот если это действительное, и оно проявляет себя, то оно уже объективное. А вот потом, когда вы это объективное отражаете в своей голове, вы получаете субъективное. Поэтому у нас не так обстоит дело, что есть вот объективное и субъективное, и все. Нет, это длинная цепочка объективного идет. А потом только субъективное. И в это субъективное должно определить, и что есть бытие, и что есть существование, и что есть, кроме этого существования, явление, что есть заявлением действительность. И только тогда вы можете говорить об объективности в полном смысле слова. Вот какой вот результат мы получаем. И мы тут приходим с вами, собственно говоря, к важному итогу. На достигнутой теперь стадии нашего исследования, это страница 128, последний абзац. На достигнутой теперь стадии нашего исследования, объективность имеет в ближайшем образом значение в себе и для себя сущего бытия понятия. Так хитро названо, в себе и для себя сущего понятия. Что значит в себе и для себя сущего? Оно вобрало. Оно может быть для себя сущим только тогда, когда оно вбирает в себя то, что есть рядом с ним. И если оно оторвано от действительности, от всего остального, от мира, оно не может быть в себя сущим. Оно зависит от всего. А вот если оно с этим миром связано неразрывно и берется как явление, а явление вы же не оторвете от других явлений, и существование других существований вы не оторвете, существование явлений. А действительность – это то, что законом соответствует. Только тогда, когда вот это вы все будете иметь в виду, осознавать и выражать, только тогда можно говорить о том, что вы получили право говорить о том, что я имею объективный взгляд на мир. А перед этим у вас субъективный взгляд на мир, но изображающий, что он объективный. Дескать, вот то, что я говорю, это объективно, а то, что вы сказали, субъективно. Я думаю, что это субъективный такой идеализм, который думает, что стоит мне взяться что-то говорить, то значит то, что я говорю, я изрекаю, это и есть объективность. Ничего подобного. Вот вы должны доказать, что оно одновременно содержит в себе вот все эти критерии, которые есть и бытие, и существование, и явление, и действительность. И вот когда это всё есть, тогда вот это действительно объективность. Вот тогда это такой категории соответствует. Это сложная, интересная, глубокая философская категория объективности. И я думаю, что все, кто здесь присутствует, и все, кто смотрит сейчас вот это вот наше занятие, понимают, что очень мало кто из людей так понимает объективность. Они понимают её так, что это вот зависит не от меня, и не от Иванова, и не от Петрова, а неизвестно, от кого это зависит, объективность. От кого-то. Дескать, объективности уже среди человечества нет, потому что всегда какие-то есть люди, от которых это зависит. То есть объективность надо искать где-нибудь на других планетах, на которых нет людей. Такая картина. Такая картина. Тотально это значит всего общего, целостного характера всех моментов. В своем самостоятельном безразличии друг к другу существует как объект вне друг друга, а в своем отношении друг к другу обладает субъективным единством. Понятие лишь в смысле внутреннего или, иначе говоря, внешнего единства. Это механизм. И вот мы дошли до механизма, до следующей категории, в которой начинается следующая глава. Первая глава. Механизм. То есть мы этот переход с вами завершили. И убедились, что конечно нужно после того, как вы рассмотрели во второй книге, рассмотрели вопрос о действительном, надо рассмотреть вопрос об объективном. И вот мы этот механизм разберем и все другое, то что относится к объективному. И тогда только займемся субъективными понятиями. Вот тогда мы снова к ним вернемся. Мы их уже проходили. Мы, как говорится, кстати, проходили, но все, я думаю, с трудом могут это воспроизвести, потому что это довольно сложно. Но теперь мы будем на это смотреть так, что это уже те формы, в которых человек выражает свое понимание мира. Что это уже те формы, которые нужны для его постижения. И поэтому мы должны относиться к этим вот формам понятия как инструментом. Есть разные понятия, есть разные суждения, есть разные ему заключения. Представьте себе, вот целый чемодан с разными там суждениями, ему заключениями и прочее. И тогда мы по-другому рассмотрим то, что мы с вами проходили на кружке, когда мы следовали тому порядку, который установил Гегель. А сейчас мы по-другому поступили. Мы пошли в соответствии с тем порядком, который им же самим и установлен. Потому что он же сам завершил существование, а существование нельзя просто взять и перескочить к субъективности, потому что существование явления и действительность дают объективность. А как вы еще будете объективность выражать? Иначе никак вы ее не выразите. Вот есть какие-нибудь суждения, умозаключения, пожелания? А вот Ленин, возвращаясь к началу разговора нашего, а вот Ленин говорил, что смертью казнь пускают меня и сами преступники. Так он не говорил. А как он говорил? А вы уточните потом, а что это я должен говорить? Я спрашиваю. Такого нет, у меня, то, что вы сказали. Они не будут. Ну, он говорил, пусть смертную казнь отменяет господа преступники, говорил. Только не говорил, что сами. Он прекрасно сказал, что это не сами они не будут. Он сами слова не говорил. Отменяет господа преступности, он говорил, имея в виду, что им надо помочь. Помочь тем преступникам, чтобы они не отменяли смертную казнь. Они же люди. И мы, как люди, вместе с ними должны этот вопрос решить, как? Что те, они поставили себя вне человеческого общества. А если они сами поставили себя вне человеческого общества, то они не могут существовать. Поэтому Бастрыкин Александр Иванович правильно ставит вопрос о смертной казни. Бастрыкин Александр Иванович глубоко разобрался в этом вопросе. Следующее занятие у нас 14 числа. Какого? 14. Уже в новом помещении? 14. Ну, конечно. Это сегодня у нас последнее занятие. Давайте поаплодируем, поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ... АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok